Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телепередача Полный Делягин. В смысле, что не я толстый. Надеюсь, что не очень. Пока еще. А вот полный, в смысле, как вот милый, прекрасный, белый арктический зверек. Мы с ним даже одного цвета. Ну что ж, дорогие друзья, ну правда я должен рассказывать вам про новости, но первая новость никакая не новость. В Москвобаде снова произошла массовая драка. Это что, новость, что ли? Это быт! Что еще может происходить в Москве, кроме массовых драк? Естественно, с приезжими и, естественно, со стрельбой. Потому что, если без стрельбы, ну как бы, так сказать, верните деньги жителям окрестных микрорайонов. В эфире жители Строгино заметили стаи трудолюбивых соотечественников или, наверное, как-то по-другому это нужно переговорить, группы возбужденных брюнетов? Тоже нехорошо. Нас могут за это привлечь. Группы потенциально таксистов, недостаточно хорошо знающих город? Это тоже не годится. В общем, так. Заметили лиц, защищаемых Ютьюбом? Я думаю, здесь никто не задаст никакие вопросы, потому что все понимают, что Ютьюб защищает все, кроме русских. И, вернее, Ютьюб защищает всех, кроме русских. Но они заметили группу этих замечательных людей, которых мы должны полюбить всей душой и, желательно, еще и почками, крики и шум. Оказалось, трудолюбивые соотечественники устроили побоище на улице Твардовского. Ну, уже, называется, выбрали место с большим художественным вкусом. Вскоре послышались и выстрелы, и бойцы не успокаивались до приезда полиции. Сейчас те из них, кого удалось отловить, отправлены на отдых в районное отделение МВД, но я думаю, что скоро их выпустят и, скорее всего, может быть, даже и без извинений, но реального наказания, скорее всего, они не понесут, их отправят домой, они поменяют документы и скоро будут опять здесь на любимых точках. А вот это уже новость. Красноярский депутат Вячеслав Дюков, угадайте, из какой партии? Никогда не догадаетесь. Я даже не буду вам подсказывать, чтобы вы не разочаровались. Зачитал тексты песен российского рэпера Моргенштерна, ну, утренняя звезда в переводе на русский язык, во время очередной сессии в городском совете. И кто бы мог подумать, попал на видео. Депутат, выступление депутата Красноярского городсовета Вячеслава Дюкова было, обращенное к его коллегам, было кратким, емким и содержательным. «Ведь я за все плачу», сказал депутат. «Танцуй, как тупая, извините, сука». «Лоли, лолипоп», сказал он. «Еще один драк-драк, это наркотики. Лолипоп, в моих руках твой зад. Тает, как шоколад. Я его фанат». Ну, как бы интересно. Я убежден, что никогда еще Красноярский городсовет и, более того, никогда еще партия «Единая Россия» не видела столь ярких, содержательных, не поюсь этого слова, интеллектуальных выступлений. При этом товарищ Дюков как-то умудрился, судя по всему, между слов, призвать депутатов обратиться к главе города и губернатору с просьбой отменить концерт музыканта, а также запретить всем лицам, осужденным за пропаганду ЛГБТ, наркотиков, унижения личности, выступлений во всех учреждениях края. Я полностью с этим согласен, но как-нибудь вот включить товарища, который излагает вот таким языком свои мысли в этот списочек, чтобы он тоже не шокировал окружающих. До этого у нас рекордсменом был член Совета Федерации, сенатор Рашуков. Это выдающаяся личность, которая не просто принимала законы, не просто голосовала за них. Она еще вносила законы, но когда его прихватили там в связи с коррупционными делами, выяснилось, что он русским языком не владеет вообще от слова совсем и нуждается в переводчике. То есть, выдающийся человек, который, не понимая по-русски, писал законы, и мы сейчас с вами по этим законам, насколько я могу судить, живем. Но другой член Единой России, товарищ Дюков, в общем-то, превзошел его, хотя и не без помощи Моргенштерна. За что? Последнему, я думаю, отдельные конгретуляции, респекты и уважухи, как было сказано в одном чудесном фильме. В Подмосковье, я тоже не очень понимаю, в чем здесь новость, в Подмосковье бабушка живет в доме, крыша которого вот-вот рухнет. Так и хочется сказать в стиле Единой России, но вот когда рухнет, тогда обращайтесь. 83-летняя Лидия Павловна живет в двухэтажке на улице Стаханово в Орехово-Зуеве уже больше 10 лет. Все это время дом считается аварийным, крыша над ее квартирой прогнила. Она не только может упасть в любой момент, но и совсем не защищает от дождя. Тазики уже стали полноценными предметами интерьера в квартире Лидии Павловны. Видите, все граждане России по мере сил поддерживают российскую экономику. И власти города Орехово-Зуево это город, это не какая-нибудь там таежная заимка, это большой приличный город. Там есть мэр, он наверняка тоже из Единой России. Там есть горсовет, там есть куча всего прикольного. И вот все эти люди поддерживают российскую экономику. Как? Они заставляют 83-летнюю пенсионерку, которая живет в аварийном доме, покупать тазики. Потому что, когда она тратит свои деньги на тазики, она поддерживает российскую экономику и обеспечивает экономический рост. При этом возможности переехать у нее нет. Дом внесен в программу региона по капремонту, но строгие, но сроки капитального ремонта очень растянута. Слушайте, а я вот не понимаю, а каким образом можно провести капитальный ремонт в доме, в котором крыша прогнила и вот-вот рухнет? капитальный ремонт. в аварийных домах делать нельзя. Не потому, что кто-то умный запретил, а потому, что нельзя по физическим соображениям. Но, тем не менее, вот сразу видно, что программу региона по капремонту составляли люди крайне образованные. Они считали, они считали Хаджуна Средина в исполнении великого писателя Соловьева. Сроки капремонта, в течение которых собираются отремонтировать крышу для 83-летней леди Павловны, таковы. Ей отремонтируют крышу с 2004 по 2049 годы. Вполне возможно, что завтра ей придут и скажут, леди Павловна, чего вы пендриваете, мы вам крышу отремонтировали в 2005 году. Никаких, вообще, вон отсюда. Но, как известно, Хаджан Средин, он обещал научить Ишака читать за 20 лет. Честно говоря, что к тому времени или Эмир умрет, или я умру, или Ишак сдохнет. Пойди, разбирайся, кто из нас лучше знал богословие. Но власти Орехово-Зуевы решили перестраховаться и растянули время капремонта не на 20 лет, а на 45. Чтоб вы так жили, так и хочется сказать. Растет любовь граждан Российской Федерации и особенно москвичей к московским властям и в частности к партии Единой России. В Конькове мужчина на глазах у дочки избил агитаторов кандидатов в Государственную Думу от партии Единой России. Молодые люди пришли во двор, чтобы рассказать о программе кандидата от Единой России. Но в избирательную кампанию вмешалось внешнее обстоятельство. Местному жителю, который гулял вместе с маленькой дочкой, что-то очень не понравилось. А что могло не понравиться в агитаторах Единой России местному жителю, который гуляет с маленькой дочкой? Давайте вспомним, кто у нас ювенальную юстицию пропагандирует, кто у нас насаждает ликвидацию образования. Вот если вы шли по улице, и вам бы с вашей маленькой дочкой стали бы, так сказать, пропагандировать педофилию, ну вы, наверное, как-то попытались бы убежать, но это было во дворе этого местного жителя, бежать ему, судя по всему, было некуда, но ему что-то очень не понравилось, и он стал сбивать агитаторов куском асфальта. После удара у одной из пострадавших девушек диагностировали черепно-мозговую травму. Ну, девушку, конечно, очень жалко, и бить девушку, это, конечно, не дело, но для меня главным открытием было то, что у агитаторов Единой России есть мозг. Вот правда, это хорошая мусть, хотя трагические обстоятельства, безусловно, преступник должен быть найден и наказан, у агитаторов рваные раны, медикам пришлось наложить им швы, любителя, а, он не избивал куском асфальта, он кидался, бросать людей эти тяжелые предметы, теперь разыскивает полиция. Товарищи агитаторы от Единой России, будьте бдительны и осторожны, помните, что и кому вы рассказываете, понимаете, если бы я, ну, вдруг пришлось бы так, что мне в Израиле пришлось бы агитировать, я не знаю за кого, ну, за запрещенную во всем мире НСДАП, я бы тоже, наверное, поостерегся бы. Будьте бдительны, как писал Юлиус Фучек. Хотя, конечно, девушкам и пострадавшим агитаторам мы желаем здоровья, главное, желаем разума. Официальная смертность от коронавируса перешагнуло 800 человек в сутки. Ну, значит, еще качество нашей медицинской статистики общеизвестно, но мы видим, что во многих странах новая волна, в России в некоторых местах тоже можно говорить о новой волне. Я, к сожалению, не могу никак говорить ни о каких, ни о какой конкретике, связанной с коронавирусом. Это запрещено правилами Ютьюба. Если скажу, процитирую хотя бы одно официальное лицо Российской Федерации, то забанят всех. Поэтому я просто зачитаю вам пост реального предприятия. Это Кубань Желдор Марш. Оно страдает от дефицита жидкого кислорода, потому что все мощности производства жидкого кислорода обеспечивают больницы. Соответственно, производство осталось без кислорода. Цитирую. Заводы об этом надо кричать. Катастрофа с кислородом. Мы не можем нигде найти жидкий кислород, потому что всем поставщикам сказали поставлять только на больнице. Те под страхом этого вообще остановили все другие отгрузки. Ну, понимаете, на самом деле расходы медицинского кислорода они относительно небольшие. Потому что производство требует кислорода в десятки и сотни раз больше, чем любая тысяча ИВЛ. Но здесь мы имеем в виду, судя по всему, бюрократическую истерику, когда сказали, что только в больнице, значит предприятие оставили без кислорода. В радиусе тысячи километров мы не можем найти жидкий кислород, продолжает Кубань Желдор Марш. Из-за этого на грани остановки литейный цех и кузнечно-заготовительный, а значит и весь завод встанет колом. Нашли в Москве и Петербурге, но там цена в 5-6 раз дороже рынка, связались с другими заводами, которые рядом, у всех такие же проблемы. В данном случае мы видим не коронавирус, скорее всего мы видим коронабесие, которое уничтожает уже и машиностроительное производство. Ну, правда, дело на Кубани, степень адекватности властей Краснодарского края в части коронавируса мы все очень и очень хорошо помним. Я думаю, Владимир Владимирович Путин скоро их чем-нибудь наградит. На выборах в Хантамансийском автономном округе зарегистрировал кандидат Люцифер. На выборах в Госдуму города Нефтьюганска, прекрасный город Нефтьюганска, прошла регистрацию 42-летняя домохозяйка Лилит Люцифер. Ну, я напоминаю, что в нашей стране можно поменять паспорт на любое имя и фамилию. Один уважаемый коллега, выходец, вернее, из Азербайджана поменял, это не анекдот, это не элемент литературы. Один писатель взял это из жизни, поменял свою фамилию на Фрэнка Мамедовича Аль Капоне Аглы. Это не шутка. Он уже скончался трагически в силу специфики его деятельности. Но, тем не менее, домохозяйка Лилит Люцифер в ЛДПР, от которой она будет участвовать в голосовании, не видят в этом ничего необычного. Ну, я скажу тоже, что, учитывая репутацию партии ЛДПР, я тоже не вижу ничего необычного в том, что от этой партии идет кандидат Лилит Люцифер. Активный член партии состоит в ЛДПР уже давно, ничего странного. Прокомментировали в региональном отделении партии участие в избирательной кампании госпожи Люцифер. А супругу Люцифера мистики считают демоницу Лилит. В Библии Лилит, как жена Люцифера, не упоминается, но свидетельство ее существования можно найти во всех апокрифических книгах. Ну, что тут можно сказать? Ну, есть такая партия ЛДПР. Хотя, с другой стороны, глядя на некоторые другие партии, не будем называть конкретно, я думаю, все мы понимаем, скажем, партия у козла в шкуре медведя, это их эмблема, если что. Ну, собственно говоря, здесь, а правда, а кому не нравится Лилит Люцифер? А, представляете, она будет главой ну, если не ХМАО, то всего не в Тюганском. Ну, и усилия московских властей по активизации гражданского общества достигли успеха, пусть даже локального. У огромного памятника серебряной фекалии, которая воздвигнута на Болотной набережной, вечером в четверг прошел митинг. Митинг выражал неудовольствие этого по поводу этого замечательного сооружения, точнее, проходил не митинг, проходил, конечно, собрание, митинги у нас запрещены, на тот люди просто проходили мимо, охреневали, вставали, и когда их набралось достаточное количество, они стали разговаривать друг с другом, да, то есть порядок никто не нарушал, за исключением, как я подозреваю, московских властей, но кто же, кто же им посмеет предъявлять какие-либо претензии. На самом деле, я провожу сейчас опрос у себя на канале на Реал Делягин в разделе сообщества, и примерно 84% считает, что это посеребряная фекалия, посеребряный экскремент, поставленный в стоймя, это наиболее честное наглядное выражение отношения власти Российской Федерации к народу Российской Федерации. Там процента два считает, что это местное искусство, это современное искусство, по 10 с небольшим процентов считают, что это отношение московских властей к москвичам и единой России к гражданам России, но, в общем, я согласен полностью с этой оценкой. Но, правда, говорят, что через 3 месяца ее уберут и переведут куда-то в другой город, но, в принципе, понимаете, ведь на самом деле как бы нужно быть более толерантными, я бы даже сказал более толерастичными, у всех свои предпочтениями. Я вполне допускаю, что люди, занимающиеся культурой в руководстве Москвы, ну вот они так устроены. Ну, есть люди, которые любят экскремент. Они там как-то даже называются, но это вот к этим агитаторам за всеобщую вакцинацию и за расстрел тех, кто заботится о своем здоровье. Там есть такой ВИЧ-инфицированный гей-пропагандист, который мечтает, чтобы тех, кто заботится о своем здоровье, расстреливали. На службе государства, между прочим, человек. Ну, я думаю, что он знает, как называются люди, которые очень сильно любят экскременты. Я в этом не специалист, но если в московской власти такие люди занимаются культурой, ну так поставьте им эту скульптуру во внутренний дворик мэрии или соответствующего департамента. Пусть она детей-то не пугает, взрослых не изумляет. Пусть ей радуются те, кому она нужна. Те, чьи чувства и эмоции они выражают наиболее полно. А ставить ее посередине города хорошая идея. Но зачем лишний раз так наглядно и цинично напоминать о сущности нынешней государственности? Я бы постеснялся, хотя, возможно, именно поэтому я нахожусь очень далеко вне этого государства. Счастливо! Не пугайтесь и не переключайтесь. все еще будет.